Второй день подряд россияне пребывают в шоке и возмущении после событий в Брянской области, куда незамеченными пробрались украинские диверсанты. Рамзан Кадыров сравнил их с чеченскими террористами, а в Зетканалах произошедшее именуют жутким терактом, который пробудил в россиянах чувство дежавю из 90-х годов. ФСБ так и не смогла задержать диверсантов. Все якобы вернулись на территорию Украины, перед этим ранив не только местных жителей, но и пограничников и разгвардейцев. Что же известно о русском добровольческом корпусе, члены которого не просто пробрались в российские села, но и подняли на уши всю Россию? Кто в него входит и каковы цели организации, смотрите далее. Вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательство прямо за моей спиной. Русский добровольческий корпус, который взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область, сформировался в августе 2022 года. Сейчас корпус находится в составе Интернационального легиона. Основа РДК – ультраправые эмигранты, живущие в Украине. Кто-то был в терробороне с первых дней войны, кто-то был в Азове, кто-то был просто партизаном, неравнодушным человеком, который взял в руки оружие и пытался что-то сделать. Сегодняшний день мы выполняем задачи 98-го батальона ТРО «Азов-Днепр», 108-я бригада ЗСУ. На двух видео, которые опубликовал русский добровольческий корпус после событий в Брянской области, четыре человека. Российские пропагандисты идентифицировали всех четверых. Здесь основной персонаж – это командир подразделения «Российский ультрас» Денис Никитин. Настоящая фамилия – Капустин. Для меня это продолжение, по сути дела, моего выборного жизненного пути – война против режима РФ, который есть сейчас там, который вот как такое нефтяное пятно или грязное пятно расползается дальше по карте. Никитин родился в Москве, учился в Германии и Нидерландах. С 2017 года живет в Украине основатель бренда «Вайт Рекс», который выпускал молодежную одежду и спортивную экипировку, а также проводил турниры по смешатым единоборствам, где Никитин презентовал полк «Азов» европейским ультраправым движением. Российские медиа называют его не иначе, как «нацистом всей Европы». В октябре 2022 года Денис Никитин презентовал русский добровольческий корпус в Киеве. По большому счету, все бойцы приняли участие действенное самое в этой войне уже непосредственно 24 февраля, то есть с самого начала войны, взяли в руки оружие, кто смог легально, кто смог нелегально, кто как. Есть в нашем подразделении бойцы, которые еще с 2014 года принимают участие в противостоянии Украины и Российской Федерации. Основные цели РДК – защита и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также свержение правящего режима в России. По словам Никитина, чтобы официально воевать в Украине, пришлось дойти до Владимира Зеленского. Мы считаем правильным войну, сражение за Украину и, по сути, сражение и за наше собственное будущее, потому что мы искренне верим в то, что крах режима Российской Федерации позволит нам вернуться домой. По мнению кремлевских журналистов, РДК – проект главы украинской разведки Кирилла Буданова. Именно это ведомство стоит за созданным летом 2022 года проектом «Русский добровольческий корпус», который, по задумке главы ГУР Кирилла Буданова, должен привлечь к себе российских правых, способных раскачать ситуацию в России изнутри. Правоохранительным органам стоит пожелать скорейшей нейтрализации Капустина. Причем не так уж важно, кто решит эту задачу. Кроме Никитина, Z-каналы увидели в этом ролике уроженца Новосибирска Александра с позывным «Фортуна». Он является начальником штаба Русского добровольческого корпуса. Российские медиа пишут, что боец добровольно вступил в ряды ВСУ в 2017 году. В одном из интервью «Фортуна» рассказал, что в момент начала полномасштабного вторжения он жил в Ирпине. В ноябре прошлого года воевал на Запорожско-Донецком направлении. На втором видео некоторые медиа идентифицировали Оз Фальдалемаха с позывным «Тиран», родом из Ярославской области. Кремлевские каналы пишут, что в Украину он переехал в 2018 году, а до этого участвовал в националистическом движении и русских маршах. Рядом с ним якобы Кирилл Канахин. Ранее он жил в Санкт-Петербурге, работал актером, снялся в сериале «Глухарь». В 2014 году уехал в Украину. Помимо этих роликов, спустя сутки в сети по-прежнему нет других видео из сел Сушаны и Любичани. В одном из комментариев боец русского добровольческого корпуса анонимно подтвердил факт проникновения в Брянскую область, но опроверг информацию о заложниках и жертвах. По его словам, пострадал лишь один пограничник. Тем не менее, история с диверсантами стала причиной гнева кремлевских пропагандистов, которые требуют официально объявить Украине войну. Значит, тут нам на полном серьезе заявляют, что все, хана вам чем? Вам всем хана. Все, вам хана всем. Операция «Возмездие». Назвать ее «Брянский бык» и нанести удары по жилым домам всех участников этой операции, где бы эти дома не были расположены. Так вот, вот эти, конечно, существа, которые себя назвали по-русски добровольческим корпусом, это, конечно, тут, ну, так сказать, к ним отношение у меня лично и у моих товарищей особое. Их мы очень будем стараться догнать и уничтожить. После случившегося российские силовики якобы уже готовят масштабные обыски у представителей радикальных националистических организаций по всей стране. В самой Брянской области полиция досматривает все автомобили. Кроме этого, в ряде областей усилили охрану общественного порядка. Российский МИД уже заявил, что убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. Но пока что войну в Украине Кремль не объявил. Да и вряд ли объявит, но брянские диверсанты могут стать причиной новых атак по украинским городам. Ведь Москва всегда ищет поводы для оправдания своих ракетных ударов. Субтитры создавал DimaTorzok